Марина Серова. Демон Соблазнов. Глава первая. В жизни некоторых людей иногда случаются сюрпризы в виде неожиданного, но очень вовремя свалившегося наследства. Но это, скорее всего, не мой случай. Открывая дверь в офис, я запоздала вспомнила о том, что моя профессия – частный детектив, а нотариус тоже человек, поэтому у него, вернее, в данном случае у нее, могут возникнуть какие-то проблемы, требующие моего неотложного вмешательства. Нотариус Скиданова вполне могла вызвать меня к себе, пусть даже через секретаршу, по поводу какого-либо расследования. «Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня вышла небольшая накладка, вам придется немного подождать», сказала мне симпатичная девушка и тут же ответила на телефонный звонок. «Нотариальная контора». «Да, но сегодня у Светланы Юрьевны нет свободного времени. Завтра в 10.00 вас устроят?» «Хорошо, записываю. Черняховской». Не успела секретарша положить трубку, как телефон снова зазвонил. Девчонка трудилась без устали, записывая граждан на прием, а также объясняя подошедшим посетителям, что назначенное приемное время немного сдвинулось и их примут чуть позже. Она была со всеми предельно вежлива, поэтому никто даже не подумал возмутиться. Меня же грела мысль о том, что моя очередь первая, однако клиент, засевший за дверью, не спешил освобождать кабинет. От скуки я стала гадать о том, каким делом мне предстоит заняться. Первое, что мне пришло на ум, это кража или подлог какого-нибудь завещания. Такая фабула интриговала. Все остальные версии были расплывчатыми и надуманными, поэтому я их быстро выбросила из головы. Итак, завещание. Я не успела детально развить это предположение, потому что дверь отворилась, и из кабинета семенящей походкой вышел низенький седовласый старичок с кожаной папкой под мышкой. Сразу после этого секретарша сказала мне, «Татьяна Александровна, проходите, пожалуйста». Хозяйка кабинета, скиданого Светлана Юрьевна, была жгучей брюнеткой лет сорока-сорока двух. Восседавшая в высоком кожаном кресле и одетая в строгий темно-синий костюм, она производила впечатление прямо-таки неприступной особы. «Присаживайтесь. Извините, что я вызвала вас к себе в таком деловом порядке, просто я чрезвычайно занята и вряд ли смогла бы подъехать к вам в рабочее время. Я хочу вас нанять для расследования убийства». Несмотря на то, что Скиданова извинилась за сущий пустяк, в ее голосе звучали металлические нотки. Голос был очень звучным, запоминающимся. «Да, я вас внимательно слушаю», — вставила я в наступившие за этими словами паузе. «Убит ваш клиент или близкий человек?» «Убита моя квартирантка», — ответила Светлана Юрьевна, чем сильно удивила меня. Я моментально углядела в этом какое-то противоречие. Априори квартиранты должны увеличивать доходную, а не расходную часть семейного бюджета. А тут выходило, что доход пропал, да еще и новые траты появились. «Интересно, с какой стати Скиданова решила потратиться на частного детектива?» «Что ее на самом деле беспокоит?» «А ведь действительно беспокоит». Глаза и руки моей новой клиентки выдавали ее нервозность. «При каких обстоятельствах произошло убийство?» Осведомилась я, надеясь услышать то главное, о чем нотариус сразу не решилась мне сказать. «Поймите, моя работа для меня все. Я должна быть максимально сосредоточенной на деле и свободной от ненужных мыслей и переживаний». «Я вас понимаю. Вы хотите, чтобы убийца был найден скорее, а официальное следствие может затянуться?» Подсказала я, чтобы побыстрее наладить контакт с клиенткой. «Вот именно. К тому же Аню задушили в моей квартире. Я не могу оставаться равнодушной к этому», пояснила Светлана Юрьевна, внимательно присматриваясь к моей реакции. «Только что приведенный аргумент не смог меня впечатлить. Если что-то и отразилось на моем лице, так это банальная скука». Скиданова отвела взгляд в сторону и изрекла, глядя в окно. «Есть и другие обстоятельства, которые заставляют меня провести частное расследование». Мадам Закон медлила с продолжением, а я просто изнемогала от желания узнать, в чем там дело. «Ну давай же, колись. Сама ведь говорила, что загружена работой под завязку. Охотно в это верю, потому что в приемной сидит очередь из трех человек. Может, клиентов там уже и больше, а ты понапрасну тянешь время. Ведь все равно, рано или поздно, ты мне скажешь, в чем тут соль. Так стоит ли молчать и терепить в руках несчастный Паркер?» Однако Светлана Юрьевна не заговорила даже тогда, когда дорогая ручка, которой она выписывала свои вензеля на документах, звучно упала на пол. Нотариус была целиком и полностью поглощена какими-то размышлениями. «Вдруг она еще передумает и откажется от моих услуг?» Не желая терять намечающееся пополнение своего бюджета, я решила взять инициативу в свои руки. «Итак, в вашей квартире была убита, точнее задушена, женщина по имени Анна. Поторопила я. Когда и при каких обстоятельствах это произошло?» «Вчера. То есть ее тело обнаружили вчера днем, а убита она была накануне». Скиданова поискала на столе Паркер, потом подняла его с пола и снова стала крутить его в пальцах. «Я должна вам сказать, что Аню рекомендовала мне моя близкая подруга. Анна – племянница подруги. Девушка приехала в Тарасов из Дольска, поступила здесь в классический университет. Сами понимаете, на правах хозяйки квартиры я несла некоторую ответственность за Анину судьбу». Этот аргумент меня отнюдь не потряс. К тому же было заметно, что Светлана Юрьевна не испытала облегчения, сказав последнюю фразу. «Черт возьми, в чем же там все-таки дело? Что заставляет эту женщину, наделенную серьезными юридическими полномочиями, прятать взгляд и словно бы оправдываться передо мной? А если...» «Таня, хватит заниматься домыслами. Лучше помоги клиентке справиться с волнением и задай ей для начала какой-нибудь простенький вопрос. «Как долго Аня жила в вашей квартире?» «Почти два года. Она заканчивала уже второй курс. Симпатичная такая девушка. Ей еще и двадцати лет не было». Скиданова сделала скорбное лицо, потом вдруг резко вскинула на меня глаза и спросила. «Татьяна Александровна, скажите, а вы обязаны ставить милицию и прокуратуру в известность о том, что обнаружится в ходе вашего расследования?» Этот вопрос меня сильно удивил. Имея юридическое образование, Светлана Юрьевна должна была знать, что мне следует поступать именно таким образом. «Я работаю на конкретных людей, поэтому все мои действия направлены прежде всего на то, чтобы удовлетворить интересы моих клиентов. Насколько я поняла, вы хотите, чтобы я нашла убийцу и назвала его имя только вам, так?» Осведомилась я, стараясь не показать, что такой расклад меня не слишком-то устраивает. «Надо сказать, я приверженка классической формулы. Убийца должен предстать перед судом. Однако желание клиента для меня закон. Главное – найти преступника, а уже потом окончательно решить, что с ним делать. Короче, компромиссы все-таки возможны». «Да, вы правильно меня поняли. Официальные органы не нужно ставить в известность о результатах вашего расследования», подтвердила Светлана Юрьевна, и по оживившемуся выражению лица стало ясно, что ее тревога несколько спала. «У вас есть конкретные подозрения?» спросила я, совершенно не сомневаясь, что сейчас услышу какое-то имя. «С чего вы взяли?» торопливо спросила Скиданова, и я поняла, что задала свой вопрос слишком рано. «Я вам этого не говорила». «Да, Таня, Светлана Юрьевна еще та штучка. Ей палец в рот не клади. Но я тоже не промах. Ложной скромностью не обременена».